Продолжение следует... 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 миллионов солдат 200 миллионов техники и так далее можете прочитать это ничего тайного в этом нет вы можете открыть это пророчество еще не сбылось то есть мы на пороге шестой трубы мы знаем что погибнет одна треть населения земли затем после этого или в процессе не знаю как еще одно пророчество которое не исполнилось это появление мирового правительства с десятью правителями мы недавно об этом говорили и один будет правитель который будет править с этими десятью правителями в мировом правительстве это будет человек греха сын погибели антихрист об этом тоже написано в книге откровения 13 главы глава и вы об этом тоже можете прочитать друзья иисус сказал не знаете ни дня не часа не знаете ни дня не часа когда придет господь ваш и это правда да и аминь день нашей физической смерти неизвестен никому вы знаете сколько у нас знакомых умирает одного мама умерла одного папа умер и я не знаю как лучше знать что у тебя смертельная болезнь что ты умрешь там через месяц например или через полгода или не знать и умереть внезапно есть свои плюсы и минусы да с одной стороны если ты болеешь и ты знаешь что ты умрешь то ты можешь подготовиться лучше правда если ты не знаешь что ты умрешь смерть может прийти внезапно помните причем богаче и лазаре который один пошел в рай другой пошел в ад и он внезапно аж ощутился ощутился в другой реальности он внезапно ощутил очутился в аду и он ощутил весь жар и и беду в которой он оказался поэтому друзья бодрствую мы молимся потому что день нашей смерти неизвестен ник никому и нам нужно бодрствовать и молиться чтобы не впасть в искушение в сеть дьявольскую потому что дьявол расставляет сети в этом мире и тяжело очень тяжело чем дальше мы живем тем сложнее нам держаться христа согласитесь мы можем погибнуть в третьей мировой войне мы можем погибнуть от голода и холода во время правления антихриста мы можем погиб погибнуть просто наивно попав под колеса автомобиля у меня знакомый верующий у него папа ну нормальный папа ходил церковь пожилой правда вышел на дорогу что-то его перемкнуло он нанять не о том что-то подумал или задумался я не знаю и машина на на ходу просто его сбила насмерть вот человека судьба так что друзья все это очень важно нам быть состоянии готовности с утра до вечера 24 часа в сутки кажд 7 дней в неделю в мы не знаем друзья в этом случае как иисус и сказал мы не знаем ни дня ни часа потому что в эту ночь написано до души твои могут взять у тебя и ты окажешься вечности так вот вопрос в каком состоянии мы предстанем пред господом нашим такой момент я вспомнил по ходу коль уж в такое вступление делаю иисус как-то сказал иудеям грех ваш остается на вас помните еще он сказал такой такой момент вы умрете во грехах ваших если если не уверуете что это я умрете во грехах ваших как ты собираешься встретить свою смерть ведь смерть она реально смерть она реально с радостью зная что приходит твое избавление с чистой душой не во грехах своих умирать а чистой душой зная что господь иисус помиловал тебя он пришел в твою жизнь он изменил твою жизнь он простил тебя или другой момент ты знаешь что ты грешный человек что ты идешь в ад если ты сегодня умрешь просто задать себе вопрос если я сегодня умру где я окажусь в раю или воду в каком состоянии мы предстанем пред богом вот важный а вопрос который должен заняться задавать себе каждый человек живущий на этой земле если ты не уверен у меня к тебе есть повеление не предложение а повеление от самого господа иисуса христа стань дома сегодня на колени покайся во всех своих грехах прими господа и спасителя твоего иисуса христа свою жизнь свое сердце поверь в него что он мучился умирая на кресте ради тебя за твои грехи а потом он воскрес из мертвых для твоего оправдания аминь аминь вот то о чем нам нужно размышлять с утра до вечера на каком основании господь пустит меня на небо на каком основании если я не принимаю жертву иисуса христа то я плюю на него игру зачем не иисус христос я сам по себе и гнев божий приходит на голову мою это очень серьезные вещи друзья немножко такое вот вступление духовное от духовному переходим к материальному вступление я не могу пропустить этот момент и не поблагодарить тех людей это очень важно кто щедро и искренне жертвует мне финансы спасибо вам огромное за ваши дары спасибо вам друзья спасибо вам за ваши пожертвования я время от времени получаю на веб-мани и на приват-банк ваши щедрые и искренние пожертвования пусть вас господь благословит я хочу искренне вас поблагодарить ситуация такая бывает только денежка заканчивается у меня жена паникер она уже начинает паниковать тут уже все конец света и тут раз господь заботится о нас поступает денежка может небольшие суммы но можно сходить в магазин уже купить там хлеба молока кефира как-то продержаться еще так что спасибо вам огромное что вы действительно несете реальное служение тем кто помогает мне и моей семье и на развитие нашего канала последнее время потому что я щас последнее время вы заметили больше и больше времени уделяю последнему времени работы основное меня становится все меньше и меньше возможности служить вам на просторах интернета становится все больше и больше и слава богу за это за этих 10-15 человек которые посвятили себя которые жертвуют спасибо вам из 33 тысяч подписчиков моих такова реальность наших дней помните историю я вспоминаю историю может кстати 10 прокаженных помните иисус их исцеляет и только один вернулся поблагодарить господа много званых а мало избранных поэтому друг если бог расположил твое сердце жертвовать копеечку делай это не стесняйся бог видит твое сердце бог видит мое сердце это самое малое что ты можешь сделать для господа поблагодарить таким образом автора канала если есть возможность конечно я я никого не заставляю это делать если бог располагает твое сердце конечно бог тебя обильно благословит быть богатым как написано на всякое доброе дело еще больше давать иисус сказал блажение давать нежели принимать согласитесь и это я могу подтвердить на собственном опыте друзья спасибо вам огромное что вы пришли 150 человек 150 человек пришли на наш эфир попытаюсь немножечко зачитать ваши комментарии потом мы помолимся есть еще нужда и мы начнем наше с вами общение сегодня у нас тема нагорная проповедь иисуса христа первая проповедь иисуса христа людям сегодня мы очень много будем об этом говорить вы очень много пишите как всегда спасибо вам огромное спасибо вам огромное давайте я зачитаю некоторые ваши комментарии львов кола малило львов привит всем зельвова привет добро пожаловать король королев сергей спрошу я что попал все кто смотря что ты подразумеваешь под словом секта понимаешь тут очень важно вот этот термин на расшифруй пожалуйста что ты понимаешь под этим словом мы здесь все собираемся в основе своей верующие в иисуса христа мы любим господа мы изучаем его слова мы поем песни как это происходит в принципе в любой нормальной христианской общине то есть здесь мы делаем тоже и здесь мы для того чтобы распространять евангелие распространять царство божие рассказывать об иисусе христе рассказывать о приближающихся событиях последних дней основанных на писании на библии я не говорю свое я не говорю кого-то я стараюсь четко придерживаться библии согласно писания все так что сергей ты не попал в секту ты попал в гости к иисусу христу иисус христос среди нас написано где двое ли трое собраны во имя мое там и я иисус сказал посреди них поэтому если ты подключился к нам добро пожаловать пусть а бог благословит сергей грузия наталья наталья привет рома страхов всем привет привет рома добро пожаловать заходим одесса елена из одессы привет заходили елена александр вебер пишет скоро кинец верно скоро кинец рано или поздно мир начал однажды существовать и мир однажды закончить свое существование в таком виде в котором мы его сегодня знаем рано или поздно это случится мир не бесконечный мы знаем по писанию что будет второе пришествие иисуса христа первый раз иисус христос пришел две тысячи лет назад второй раз придет он в конце великой скорби ученик христа привет братик привет ученик христа заходи к нам мы все ученики христа так что у тебя хороший ник гриша пишет любой конец это лишь только начало привет из мариуполя мариуполь добро пожаловать у нас кстати церковь которую я хожу по птицку там много людей тоже из мариуполя есть грядет господь добро пожаловать это наш модератор спасибо тебе за то что ты всегда с нами верно приходишь на эфир и слава богу пусть я бы господь благословит и наполнит блаженный кротки ибо они наследуют землю блаженный плачущие ибо они утешатся блаженный алчащие жаждущие правды блаженно чистые сердцем ибо они бога узрят аминь аминь сегодня будем об этом размышлять привет извинницы вот такой город мне понравился тихий спокойный я там был когда-то в командировке в христианской командировки меня церкви отправили когда-то было такое я на 2 или на 3 дня туда ездил а даже на 2 дня с ночевкой хороший городишко очень понравился ирина пишет привет из алматы привет ирина добро пожаловать а в алматы я был жил на улице разыба киева перекресток и тимирязева еще до сих пор помню угол разыба киева тимирязева я там прожил два года был на алмара сани был на медео ходил в горы там очень красивый красивые горы ну красивейшие просто горы я таких еще нигде не видел чистейший воздух просто дух захватывает друзья если когда-то будете проезжать мимо алматы обязательно посетите ирину а ирина конечно же вас проведет там и все покажет аминь хорошо сергей спрашиваю дмитрий вы еврей нет я не еврей по плоти я еврей по духу и специально для тебя сергей я приготовил место потому что ты спрашивал по поводу того как мы становимся детьми авраама так вот можешь открыть это в библии написано послание галатам апостола павла 3 глава зафиксируй себя прочитай пожалуйста послание апостола павла галатам третья глава там написано такие вот слова 6 стиха так авраам поверил богу поверил богу и это вменилась ему в праведность вменилась через веру познайте же что верующие верующие суть сыны авраама дальше написано и писание проведя что бог веру оправдывает язычников предвозвестил аврааму в тебе благословятся все народы и так верующие благословляются с верным авраамом с верным авраамом и да и в конце в конце обрати внимание кто же мы такие верующие в иисуса христа тут длинная глава лучше почитать всю конечно но в конце обрати внимание очень важно что мы евреи по духу евреи кто такой евреи это не национальность это призвание это божий народ евреи это божий народ богом избранный народ так вот сейчас в новом завете после того как иисус христос пришел в этот мир богом избранный народ это христиане те кто поверили в сына его иисуса христа написано так смотреть 26 стиха ибо все вы сыны божьи по вере во христа иисуса все вы во христа крестившиеся во христа облеклись оделись нет уже иудея еврея не язычника любая другая народность нет раба нет свободного нет мужеского пола не женского это уже не важно почему да потому что все вы одно во христе а теперь подчеркни 29 стих если же вы христовы то есть если вы поверили в иисуса христа и принадлежите иисусу христу то вы семя аврамово семя аврамово и по обетованию наследники вот так говорит о нас слово божье это очень важно понимать так еще один человек со львова у нас виталий гриб добро пожаловать виталий заходи артемий артемий кондрашов привет дмитрий привет заходи к нам добро пожаловать ну что друзья будем начинать про плоскую землю я не буду ничего говорить потому что я призван говорить о последнем времени призван говорить об иисусе христе я не буду говорить о том что не влияет на наше спасение и никаким пусть земля хоть квадратная хоть прямоугольная хоть параллепипедом будет не абсолютно все равно потому что мне важно что господь иисус христос живет в моем сердце вот о чем я должен переживать и заботиться все остальное друзья это вообще не важно это просто отвлекает вас от главного не увлекайтесь этим николай драко пишет познайте истину и истина сделает вас свободными аминь иисус сказал я есть путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу к богу как только через меня познаем истину если на нас полностью освобождает многие из нас бывшие алкоголики наркоманы там проститутки люди как правило христиане это это как правило люди как правило я не говорю за всех которых было очень неприятное прошлое очень неприятное прошлое и бог просто помиловал этих людей и сделал чудо изменил их жизни так что слава богу друзья слава богу за иисуса христа нашего господа и спасителя салтаха очень нуждаюсь молитве о спасении мужа и моей семьи привет из южной кореи мы помолимся мы помолимся сейчас помолимся так но вы подтверждаете что слышно хорошо отлично я только с книзу спускаюсь у нас сегодня винница латвия москва украина чикаго харьков казахстан сибирь армения как всегда с разных уголков страны добро пожаловать друзья беларусь суровый челябинск а я где был я когда-то был в россии я был помочь боксарах чебоксарах был по моему такой город есть чебоксары германия добро пожаловать узбекистан ташкент шимкент италия волгоград добро пожаловать друзья владивосток красноярск спасибо вам за ваше общение за то что пришли на эту встречу я это действительно ценю потому что если бы господь среди нас не присутствовал если бы вы не пришли то не было бы смысла нам собираться вообще я скажу больше если бы не господь ну не присутствовал среди нас то просто была бы пустая болтовня пустое общение поэтому друзья это самое главное чтобы господь был среди нас если сейчас мы помолимся и пригласим его чтобы он за так что то со связью было но слава богу вроде как мы переподключились все окей дай бог чтобы у нас и дальше было все нормально связь что-то хромает у нас пропал сейчас должен появиться мариуполь мир всем то всех так трансляция приостановлена первый раз такое произошло враги грызут кабель наверно нормально уже есть связь все нормально уже отлично отлично окей кей друзья давайте будем продолжать общение слава богу то я уже напугался думаю что делать дальше время надо иногда следить да я тебя вижу отлично отлично но у нас задержка там где-то может до минуты быть поэтому слава богу что уже все работает дай бог чтобы у нас все было нормально с оборудованием и друзья не помолились это самое главное нам нужно помолиться давайте наверное мы помолимся прежде чем начнем общение наше если вы не возражаете но всякое бывает эта техника друзья это первый раз за все время сколько у нас уже 20 эфиров наверное было прямых ну и такое бывает так что вы не переживайте ничего страшного не произойдет если связь обрвется это не смертельно есть гораздо страшнее вещи в мире еще есть одна нужда когда мы сейчас будем молиться в молитве вот давайте помолимся за вот эту женщину с скорее которая молит просит молиться за ее мужа и семью еще есть такая нужда дмитрий приветствую у меня молитвенная нужда помолитесь за моего мужа руслан за его спасение он мусульманин называется но живет как все в алкогольной зависимости слышать о христе не желает я верю что господь хочет сына своего открыть ему давайте помолимся вместе татьяна просит помолиться о восстановлении семьи тоже спасибо тебе господи за то что ты присутствуешь среди нас мы благодарим тебя мы поклоняемся тебе в этот вечер спасибо тебе за то что ты приходишь всякому кто искренне жаждет тебя славим тебя поклоняемся великому твоему святому имени просим твоего особого благословения на нашу встречу господь если ты не придешь если ты не наполнишь наши уста наши сердца то не будет смысла в нашей встрече я прошу тебя благослови пожалуйста духовную часть сегодня благослови оборудование чтобы все работало правильно я прошу тебя о том чтобы ты благословил и коснулся сердец моих друзей кто пришел на эту встречу благослови их укрепи их веру через нашу встречу господи я прошу тебя за то что ты видишь что происходит в мире боже что всем в семьях разлады господи я прошу тебя о том чтобы ты благословил татьяну ее семью чтобы ты благословил ту женщину скорее ее мужа и ее семью господь чтобы ты касался их чтобы приводил их к спасению потому что написано что жена может спасти мужа и муж может спасти жену через твое присутствие поэтому мы просим тебя господи о том чтобы ты пришел в их семьи коснулся господь неверующих мужей и произвел в них перемены господи я прошу тебя за руслана за мужа этой женщины которая просит который в алкогольной зависимости прошу тебя коснись его сердца что если ты не коснешься никакие человеческие убеждения не помогут я прошу тебя прикоснись к нему своей любовью своей исцеляющей рукой и освободи его господи покажи ему путь любви путь мира путь покоя в тебе благослови руслана благослови все эти семьи которые жаждут тебя которые хотят спасения чтобы пришло спасение во всю семью прошу тебя чтобы твой свет воссиял и чтобы твое имя было прославлено денег дела дьявола были посрамлены и разрушены во имя иисуса христа спасибо тебе господи за то что ты среди нас спасибо тебе за то что наполняешь на своим присутствием даешь нам силы духовные силы физические господи мы сознаем и понимаем что наша жизнь на земле кратковременно мы очень быстро летим и очень быстро уходим с этой земли я прошу тебя о том чтобы ты подготавливал нас к вечности через эти встречи я прошу тебя о том чтобы ты подготавливал нас к последним временам которые грядут впереди дал нам силу все преодолеть и устоять претерпевший же до конца спасется благослови всех нас в этом общении говори к нам сегодня укрепляй нашу веру и веди нас господь наш и бог наш отец сын и дух святой аминь и весь народ божий сказал аминь 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 ну что друзья исторический фон давайте мы будем потихонечку двигаться время идет дима привет вальдемар пишет привет вальдемар добро пожаловать вижу и слышу сергей шум всем добра из петербурга привет из одессы башкатарстан добро пожаловать друзья фиксики шалят грудят господь пишет да какие-то фиксики ну я вам скажу это первый раз за все время у меня такого никогда в жизни не было но всякое бывает друзья ну тут такое дело хорошо пусть господь нас благословит и ведет дальше а значит исторический фон друзья прежде чем мы начнем размышлять о проповеди иисуса христа его первой проповеди которую он сказал мы сегодня будем много говорить немножко поговорим о политике как всегда немножко попоем немножко почитаем писание в общем в таком режиме будем продолжать наше общение давайте же посмотрим что же происходило какая была атмосфера атмосфера какое что происходило когда иисус перед тем как иисус начал проповедовать иисус проходит с победой три искушения от дьявола пустыне помните да этот момент и начинает свое служение уже силе духа то есть перед тем как он публично начал проповедовать его жизни были сильные и мощные искушения проверка так сказать попущено было богом чтобы дьявол его искушал и после того как он наполнился духом до куда там написано что он пошел в силе духа проповедовать куда же иисус отправляется где он начинает свое публичное служение где он начинает свою первую проповедь давайте прочитаем это очень интересно маленькое вступление перед тем как мы начинаем услышав же иисус друзья это мы читаем давайте вам сразу скажу евангелие от матфея 4 глава с 12 стиха евангелие от матфея 4 глава с 12 стиха можете открыть и следить если у вас печатные библии электронные библии кому как удобно читаем услышав же иисус что иоанн иоанн креститель до помните до родственника иисуса христа по плоти отдан под стражу иоанн крестил иисуса помните да я просто вам описываю чтобы потому что иоаннов было много тогда имена с таких людей с таким именем тоже было много так вот иоанн это иоанн креститель имеется ввиду значит он отдан под стражу иисус как только об этом узнал написано удалился в галилею в галилею вот тут сейчас города все вот эти вот моменты очень важны и оставив назарет пришел и поселился в капернауме приморском в пределах завулоновых и нефалимовых да сбудется речено через пророка и саю который говорит земля завулоновая земля нефалимова на пути приморском за иорданом и дальше подчеркните галилея языческая галилея языческая то есть это та часть израиля в которой жило много язычников помните одержимого которого господь освободил от легиона демонов помните эту историю если не помните прочитать очень интересная история легион знаете что такое легион легион это очень много это от 2 до 10 тысяч римских солдат того времени от 2 до 10 тысяч то есть множество бесов вселилась в того человека так вот там в том регионе послезь свиньи в которых вошли без и потом помните вышли из бесноватого и вошли в свиней пастухи после свиней в израиле как интересно мне кажется это странным евреи не могли пасти свиней потому что для евреев это было нечистое животное а кто их тогда пас язычники галилея языческая а язычники едят все и даже свиней очень вкусно мясо правда сальца такое да мяско такое читаем продолжаем читать здесь же евангелие от матфея 4 глава 16 стих народ сидящий во тьме увидел свет великий и сидящим в стране и тени смертной свет воссиял с того времени иисус начал проповедовать и говорить покайтесь ибо приблизилась царство небесное теперь с 23 стиха по 25 в этой же главе смотрим и ходил иисус по всей галилеи галилея языческая там в основном язычники жили то есть другие народности не евреи по плоти значит он ходил по галилеи почему-то иисус а посмотрите на 12 стих услышав же иисус что иоанн отдан под стражу удалился удалился и пошел куда в галилею он не кинулся иоанну помогать ой спасите иоанна в вызволите его из тюрьмы давайте соберем общество по защите иоанна будем протестуем его заключение нет он спокойно удалился в другое место проповедовать евангелие кому язычником в галилеи языческой как интересно 23 стиха продолжаем читать и ходил иисус по всей галилеи уча в синагогах их и проповедуя евангелие царствие вот что мы должны делать в этом мире проповедовать евангелие царствие и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях подчеркните всякую болезнь и всякую немощь вот началось публичное служение иисуса христа и прошел о нем слух по всей подчеркните сирии сирия сейчас мусульманская страна да и приводили к нему всех немощных одержимых различными болезнями припадками бесноватых и лунатиков и расслабленных и он исцелил их если у тебя какая-то болезнь господь может прикоснуться к тебе прямо сейчас и исцелить тебя если конечно же в этом есть его воля господь сказал хочешь ли я тебя очищу но кто же не хочет и господь прикоснулся и очистил его он исцелил всех исследовала за ним множество народа из подчеркните галилеи десятиграде иерусалима иудеи и из-за иордана вот контекст исторический фон начало публичного служения иисуса христа как интересно как интересно олег земцов вечер добрый добро пожаловать олег заходи к нам у нас тут будет сегодня интересное общение 5 связь прервалась но ничего страшного будем продолжать вроде как все восстановилась друзья а в тех районах он проповедовал там где галилея языческой иисус начал свое публичное служение он говорит свою первую публичную проповедь и вот как как он сказал увидев народ он зашел на гору и когда сел приступили к нему ученики его вот исторический фон когда иисус начал свое публичное служение читаем открываем евангелие от матфея 5 глава с 1 по 48 стих если бог даст мы про мы успеем про пройти три главы но это не сама цель главное нам вот прочитать и поразмышлять над учением иисуса христа это очень важно потому что в этом заключается основа христианской веры это учение иисуса христа это то чему приди к чему придерживаются христиане они верят в иисуса христа они следуют за иисусом христом исполняя его учение не закон как многие учат а учение иисуса христа его заповеди заповеди блаженства помните иисус сказал даю вам новую заповедь любите друг друга потому знают все что вы мои ученики если имеете любовь между собой это лакмусовая бумажка что иисус христос христиан вообще христиан что иисус христос среди нас любовь божья итак читаем друзья увидев народ он взошел на гору и когда сел приступили к нему ученики его ученики его их было много и мы видим сколько людей следовало за ним до галилея десятиграде иерусалим иудея и за ирдана даже галилея языческая он зашел и он отверший уста учил их говоря и вот тут начинаются уже учение иисуса христа то чему придерживаться христиане блаженны нищие духом ибо их есть царство божье что интересно что в одном из переводов не помню то ли в этом то ли в другом евангелие греческом там нету написанного духом то есть буквально там написано нищие блаженны нищие нищие ибо их есть царство небесно другом месте написано да было нищие духом но в принципе от этого суть сильно не меняется есть нищета физическая есть нищета духовная как и в том и в другом случае человек очень близок к иисусу христу к спасению может а такому человеку нечего терять в этом мире богатому человеку есть что терять в этом мире машины квартиры и так далее виллы а бедному человеку что терять в этом да нечего ему терять поэтому блаженны потому что им принадлежит царство небесное небесное блаженны плачущие не блаженны смеющиеся да там дальше иисус будет горит горе смеющиеся ныне ибо вас плачете и возрыдает нет блаженны плачущие плакать это хорошо плакать это хорошо плачут не только женщины плачут и мужчины и дети я когда покаялся когда пережил божье присутствие первый раз когда встретился с иисусом христом вот так один на один то я рыдал у меня слезы текли градом у меня глаза посинели я такого никогда в жизни не испытывал я был настолько уже черствым настолько злым и жестоким господь когда пришел ко мне мне просто слезы начали литься градом я понимал какой я грешный человек и как бог святой иисус христос пришел ко мне для того чтобы простить меня помиловать меня и спасти блаженны плачущие ибо они что утешатся если вы согрешили пред богом почаще плачьте пред ним не просто господь прости это не покаяние покаяние это когда ты действительно искренно просишь прощение и больше стараешься этого не повторять вот что такое настоящее покаяние перед богом это очень важно понимать очень важно понимать дальше пятый стих блаженны кротки ибо они наследуют землю земля наша царство наше не на земле на небесах у нас есть наследие вечное нетленное кроткий иисус сказал научитесь придите научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим иисус христос кроткий сидя на осле и на ослице и на молодом осле помните да эту историю иисус кроткий иисус горит придите научитесь от меня христиане они подражатели иисусу христу не должны быть кроткими что такое кротость посмотрите википедии блаженны кротки ибо они наследуют землю 6 стих блаженны алчищи и жаждущие правды ибо они насытятся и вы знаете когда только поверил иисуса христа я открывал библию я ее глотал просто знаете когда человек который вышел из задымленной комнаты и плохо дышал и когда он выходит на свежий воздух он начинает глотать воздух он начинает вот так радоваться просто глотать этот воздух так же самое для меня писание я читал я не мог остановиться я днями и ночами пребывал вот так мне так было интересно я читал и у меня просто писание глотал 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 я не мог насытиться у меня была жажда правды мне так было интересно сейчас конечно когда я уже бог мне много открыл и я через уже многое прошел да я уже не так глотаю да я уже степенно сажусь до читаю главу там или две а раньше у меня не было остановки я много 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 писания глотал и это для меня было ну просто благословение такое такая радость я узнаю истину я узнаю иисуса христа и это просто чудесно и написано что они насытятся они насытятся блаженно милостивы ибо они помилованы будут те люди которые любят и умеют миловать не наказывать не судить да а миловать прощать ибо они помилованы будут помните да историю когда один человек простил другому 10 тысяч долларов а тот которому простили 10 тысяч долларов не хотел другу своему прощать 100 долларов и что случилось тот которому должен был 100 тысяч долларов он узнал об этом и наказал того так же и бог поступит с нами если мы искренне от всего сердца не прощаем людям их прегрешения как бог простил нас как бог простил нас во христе так и мы призваны прощать других людей и где-то еще даже до того как нам нанесли какую-то обиду поэтому друзья мы призваны к прощению мы призваны миловать людей прощать блаженно чистые сердцем ибо они бога узрят когда приходит чистота сердце когда мы начинаем веровать в иисуса христа когда бог вынимает наше грязное все и одевает нас чисто белое постиранное свою праведность и свою чистоту праведность иисуса христа вот тогда мы становимся чистыми перед ним вот такие люди бога узрят слова иисуса христа блаженны миротворцы ибо они наречены сынами божьими те которые мирят призваны к миру и призваны мирить людей миротворцы блаженны изгнанные за правду у боих есть царство небесное им принадлежит те кого изгоняют за правду за правду иисус как тогда так и сказал говорит кто за иисусах то есть за меня за иисуса христа будут изгонять будут гнать будут убивать и вот он говорит блаженны изгнанные за правду правда это равно иисус христос иисус христос и себе так сказал я есть правда однажды был случай когда мы работали помню в охране в банке и у меня был друг который мне много свидетельствовал бы иисусе христе и его выгнали с работы только за то что он не хотел обманывать была такая ситуация какая была ситуация вот он сидит охранник сидит на входе подходит к нему начальник там председатель правления банка говорит ему сейчас придет человек а ты ему скажи меня нет просто скажи меня нет и все он развернется и уйдет а тот говорит подождите я христианин я не могу обманывать как тебе что сложно сказать а он один был на посту другого не было никого такая вот ситуация он говорит нет я не скажу и обманывать не буду я христианин такая вот ситуация друзья что вы думаете его после этого случая выгнали с работы и он потом помню ходил улыбался смеялся радовался говорит блаженные изгнанные за правду да друзья христианский путь это узкий путь поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на эти уловки дьявола где дьявол вам просит что-то обмануть что-то украсть и так далее это все ловушки подстроенные дьяволом никогда не соглашайтесь душа ваша важнее угождение человеку душа ваша важнее и сегодня согрешишь завтра пойдешь в ад будешь пред богом отвечать поэтому ни в коем случае не позволяйте чтобы грешники господствовали над вами мы призваны господствует над грешниками рассказывать им об иисусе христе показывать им иисуса христа понимаете они должны прийти и покаяться и веровать они мы должны побежать к ним и сказать что нам делать понимаете мы имеем истину иисуса христа в сердце они не знают ее они несчастные люди поэтому они нуждаются в спасении не мы мы спасены милостью божьей поэтому блаженные изгнанные за правду блаженные знаете что такое блаженство вообще блаженство это высшая степень счастья хочешь быть счастливым человеком плачь будь кроткин будь жаждущий правды будь милостивый будь чистым сердцем будь миротворцем стой за правду будь нищим духом будешь иметь верх блаженство только это все надо делать во христе исполнять заповеди христа вначале надо покаяться и веровать в иисуса христа прежде чем это исполнять и дальше интересные стихи 11 стих блаженны вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня поносить а он такой сякой он там ненормальный кто-то мне тут написал сегодня меня считают что я ненормальный крутят у виска это нормальная реакция неверующих людей грешников это нормальная реакция кто-то сказал что я в секту попал для него это он не понимает что мир в котором он живет это есть секта а во христе есть спасение мир в котором живут грешники это секта сатаны да если так уже размышлять о сектах речь заговорилась о спасении только во христе на узок путь ведущий в жизнь немногие находят его поэтому друзья когда вас будут поносить когда вас будут гнать когда вас будут несправедливо обвинять злословить а он такой сякой не удивляйтесь этому вы для вас это что-то такое новое странное ничего странного нет иисус предостерегал что так будет чего вы удивляетесь 12 стих радуйтесь и веселитесь ибо велика вам награда на небесах то гнали и пророков бывших прежде вас иисус сравнивает говорит пророки почитайте кстати пророка ветхого завета и гнали их убивали реально потому что они всегда говорили правду в лицо несмотря на не на какие лица так далее и он сравнивает пророков с христианами с верующими с учениками иисуса христа он говорит если вы будете все это исполнять то если вы будете веровать в меня вас будут гнать и неправедно злословить за меня но вам будет велика награда на небесах не здесь на земле вы получаете награду медали а там получите когда пройдете путь свой велика вам награда ты не просто попадешь на небо но за то что тебя гнали несправедливо злословили поносили ты получишь там награду от самого господа иисуса он сравнивает тебя с пророками у тебя выше звание твой тебя звание христианин ты носишь имя иисуса христа на себе это великое звание еще честь пострадать за имя иисуса христа это еще честь это еще не каждому да ну и не каждый через это пройдет дальше смотрите 13 стих вы соль земли соль если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую соль она уже ни к чему не годна как разве выбросить ее вон на попрание людям соль что делает соль предохраняет пищу от порчи и делает пищу соленые одно дело есть борщ или щи не солеными да есть разница а есть а другое дело есть борщ или щи или суп соленый разница есть да так вот предназначение соли осаливать продукты чтобы это при приятно было пища чтобы когда вы проповедуете евангелие когда вы людям своей жизнью показываете христа чтобы люди чтобы людям приятно было а если вы потеряете силу духа святого если вы только внешне будете благочинными как фарисеи как книжники а внутри будете полны костей то ваша жизнь пустота ноль вы свет мира дальше и другая ассоциация идет вы свет мира свет иисус сказал о себе я свет миру а теперь он говорит своим учеником и теперь вы свет миру я ухожу вы остаетесь вы свет мира если вы свету не может укрыться город стоящий наверху горы и зажегший свечу не ставит ее под сосудом но на подсвечники и светит всем в доме тогда светит свет ваш перед людьми чтобы они видели что ваши добрые дела во христе конечно во христе потому что есть и мусульмане добрые дела делают и кришнаиты и буддисты добрые дела делают и кто там у нас еще и иудеи добрые дела делать но друзья друзья наши добрые дела должны быть сделаны во христе тогда они представляют ценность просто так добрые дела ценности не представляют только во христе по вере в иисуса христа потому что когда ты делаешь доброе дело, ты сам себе славу присваиваешь без Иисуса Христа, если ты это делаешь. А если ты делаешь это в Господе, то ты знаешь, кому слава вся принадлежит. Мне однажды, я как-то шёл, заходил в лифт, и мне одна бабушка там сказала, какой вы хороший, добрый человек. И я такой, думаю, чуть корону на себя не одел. Ох, да, действительно, какой. Я говорю, да, спасибо. А потом сел в лифт и подумал. Я не помню, что я ей ответил, слава Богу или что-то такое. А потом подумал, ведь я аж помню, каким я был. Я помню, каким я был до покаяния, до того, как я пришёл к Иисусу Христу. Я был страшным человеком. Я был страшным человеком. Я был, ну, ничтожеством. Ничтожеством, понимаете? И теперь я хороший не потому, что я сам по себе такой, а потому, что Господь сделал чудо в моей жизни, изменил меня. И не хороший не я, а тот, кто во мне, слышите? Дух Святой. Его надо благодарить, Господа нашего, Бога. Он хороший. А мы кто? Мы плоть, мы прах. Мы только носители этой драгоценности, через которую Бог проявляется. Так вот, этот свет и эта соль, это должно быть видно другим людям. Я удивляюсь так называемым верующим, которые уже давно ходят в церковь, на работе никто не знает, что они верующие. Они вообще молчат, даже никому ничего не говорят. Друг, ты приходишь на работу, первое, что надо сказать, я верующий человек, я верующий в Иисуса Христа. И рассказать о своих принципах, это очень важно. Не надо скрывать это, ты свет, ты соль, а ты скрываешь Христа. Помните, когда в Иерусалиме, там тоже многие иудеи, когда веровали, они тайно веровали, и были такие тайные ученики Иисуса Христа, они боялись, потому что иудеи уже сговорились между собой, кто начнёт веровать в Христа, тех изгонять из синагог. А изгонять из синагог, это значит, что ты изгой общества. Но это как сейчас, например, все знают, что ты православный, ты начинаешь веровать в Иисуса Христа, и тебя изгоняют из православия. Говорят, ты сектант. Поэтому люди тайно, тайно старались веровать в Христа, чтобы не раздражать вот это всё общество, официально иудейское в Израиле. Были такие тайные ученики, но сейчас же вас никто не гонит, сейчас же вас никто не преследует, что вам мешает быть светом и солью, открыться перед людьми, добрым ли то делом. Элементарное. Обычно рано или поздно вопрос зададут. Почему ты не куришь? Почему ты не пьёшь вместе с нами? Почему ты не матюкаешься? Почему ты там не блудишь вместе с нами, женщинами не гуляешь? Понимаете? Вопросы возникнут. То есть вы не можете скрыть, что вы христианин. Рано или поздно это откроется. И вы должны быть готовы всякому требующему вас отчёта рассказать в духе кротости и благоговении, что вы христианин. И как вы уверовали в Иисуса Христа? У вас должна быть своя история. Как вы пришли к Иисусу Христу? Как Бог поменял вашу жизнь? Что произошло? Это очень важно. Поэтому, друзья, светите и солите. Светите и солите. «По делам вашим узнают вас». Слава пишет. Да, да, Слава, всё верно. «По делам вашим». Никого не бойтесь никогда. Ни государства, никого не бойтесь. Будьте открыты. Господь с вами. Чего вам бояться, если сам Бог с вами? Вы же не нарушаете какие-то там законы, не воруете, не грабите, не убиваете. Чего вы боитесь? Выходите и проповедуйте Евангелие на кровлях. Пока ещё есть возможность. Скоро эта возможность закроется. И тогда действительно будут преследовать и убивать, и гнать. Так что не теряйте им времени зря. Итак, а вот какой итог? 16 стих. «Тогда светит свет ваш перед людьми, дабы они видели ваши добрые дела. И что? Прославляли Отца вашего». Не своего они будут, а прославлять Отца вашего небесного. Одни будут гнать вас, другие будут прославлять. И придёт время, они сами придут к Господу через ваше свидетельство. Внешнее или то, или внутреннее. «Не думайте, что я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить пришёл я, но исполните». Иисус пришёл исполнить закон. «Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдёт из закона, пока не исполнится всё». Всё должно быть исполнится, всё, что написано в Писании. Иисус пришёл исполнить закон. Сам Бог воплотился для того, чтобы исполнить закон. Потому что кроме Иисуса Христа этот закон, к сожалению, исполнить никто не мог. Если бы люди спасались законом, то тогда Иисусу Христу не зачем было бы приходить. А зачем Иисус Христос пришёл? Для того, чтобы искупить подзаконных и освободить их. Для того, чтобы показать лучший путь не через исполнение закона, а через веру в Иисуса Христа. Поверил Авраам Богу, и это вменилось, вменилось Ему в праведность. Когда ты веришь в Иисуса Христа, Бог забирает твой грех. Твой грех принял Иисус Христос. На кресте Он взял на Себя твои и мои грехи. Поэтому, друг, не пытайся исполнять закон. Это только мог сделать и Иисус Христос. Больше никто на земле. Поэтому Он и воскрес из мёртвых. Если бы Он нарушил хоть одну заповедь, если бы Он хоть где-то согрешил, Он бы не воскрес из мёртвых. Все бы могли сказать, что этот человек говорил, что воскреснет, но так и не воскрес. Он воскрес из мёртвых. Только воскреснуть из мёртвых может только Бог. Итак, дальше Он говорит. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей вот эти учения Иисуса Христа, которые мы только что прочитали, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном. Ну, например, вы можете сказать, это делайте, а это можете не делать. Это выполняйте, а это не обязательно. Понимаете? Тут Иисус так и говорит. «Ты хочешь быть малейшим в Царстве Божьем или ты хочешь быть великим в Царстве Божьем?» Выбирай. И дальше очень важный момент. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, что это значит, то вы не войдёте в Царство Небесное». То есть книжники и фарисеи, почему Иисус так о них критично говорил, они внешне казались людьми правильными, а внутри были лицемерами. Так вот, праведность наша должна быть выше их. Мы не только должны говорить, но мы должны и делать. И дальше сейчас будет глубинное уже учение Иисуса Христа. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьёт, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака, подлежит Синендриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». В Ветхом Завете убийство было грехом. А теперь Иисус говорит, «Я ввожу поправку в законе». А теперь, если ты гневаешься, гнев, и не контролируешь этот гнев, то ты подлежишь суду Божьему. Если ты скажешь брату своему, рака, знаете, что такое рака? Безумный человек. А знаете, что такое дурак? Ду, дуо, это два. Рака – это безумный. Когда ты говоришь дурак на кого-то, ты говоришь вдвойне безумный человек. Вдвойне безумный человек. Ду, рак. Рака. Вот откуда это пошло, друзья. Такое, казалось бы, безобидное слово, но вдумайся, что ты говоришь. И вот за это слово, которое ты сказал, ты подлежишь гиене огненной. Это слова Иисуса Христа. Против них не попрешь. Если ты не покаялся в своих словах, которые ты когда-либо говорил, на кого-то, на кого бы то ни было. Дурак – это еще у нас мягкое слово, да, сколько матюков, и сколько грязи льется на людей вокруг. Это ужас, что творится сейчас с обществом. Это страшно, что происходит. Общество все ближе и ближе развращается и развращено. Люди перестали друг друга уважать и любить. Вот что сейчас происходит. Итак, если ты произносишь это слово «дурак», то ты подлежишь гиене огненной и перед Богом ответишь, если не покаешься. Дальше, смотрите, как интересно. Если же ты приносишь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, ставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю вам, тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Другими словами, когда ты приходишь, как это понимать, согласно в Новом Завете, у нас сейчас нет ни храма, ни жертвенника, мы сейчас уже от храма не зависим, мы являемся храмом Духа Святого, живущего в нас. Как это понимать? Очень просто. Если ты приходишь и начинаешь молиться, и Бог тебе напоминает человека, которого ты обидел, перестань молиться лицемерной, лицемерной молитвой своей. Господи, слава тебе! Господь говорит, ты лицемер, пойди прежде, примирись с братом твоим, ты обидел его, пойди попроси у него прощения, а потом приходи и с чистым сердцем и устами обращайся ко мне, потому что в противном случае Бог тебя не слышит. То же касается и взаимоотношениях с женами. Если мужья неуважительно относятся к своим женам, унижают их, бьют их, ни во что не ставят, да кто ты мне такая? И так далее. Не любят жен своих, не уважают их, не отдают честь, как написано, отдавайте женам сугубую честь. Не любят своих жен, и ты приходишь на молитве, Господи, слава тебе, я благодарю тебя. Да ты лицемер, ты лицемер, пойди попроси прощения у своей жены за то, что ты натворил, как ты ее унизил, как тебе не стыдно, а потом стоишь перед Богом, типа ты такой святой. Пойди попроси прощения у нее и пойди, приди попроси прощения у Бога, прежде чем ты приходишь на молитву. И вот то, что хочет сказать Иисус. Ты приходишь в храм, ты приносишь жертвы, какой ты святой, со стороны может показаться, что ты такой святой, прям такой человек, жертвы приносишь на жертвенник и так далее, в храм ходишь. А какие у тебя отношения с людьми? Как ты с друзьями своими поступаешь? Как ты с женой своими поступаешь? Как ты с ребенком своим поступаешь? Как ты с папой, с мамой своими поступаешь? Бог же все видит. И ты приходишь, лицемерно молишься перед Ним. Кого ты хочешь обмануть? Ты думаешь, что Бог тебя слышит? Бог тебе говорит, пойди попроси прощения, а потом приходи и молись. Понимаете? 27 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Знаете, что такое прелюбодеяние? Это при живой жене идти спать к другой женщине. Блуд — это подобно этому. Нет жены у человека, а он идет и спит с женщинами всеми подряд. Это блуд называется. И то, и то грех. Причем страшный грех. Смотришь порнографию в интернете — блуд. Прелюбодеяние изменяешь своей жене. Если ты не женатый, блудишь. Спишь виртуально с другими женщинами. Это грех. Дальше Иисус там и сказал, мы сейчас прочитаем, смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сейчас будет очень глубинное учение Иисуса Христа. Очень интересно. Послушайте. 27 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Подождите, что на женщину смотреть нельзя? Можно смотреть на женщину. Но если ты смотришь на нее с вожделением, раздел и одел ее, переспал с ней уже в уме своем, или идет женщина, ты на нее вот так смотришь, обращаешь внимание, то это о чем говорит? О том, что ты с ней уже прелюбодействовал в сердце своем. Следовательно, ты совершил грех перед Богом, перед святым Богом. Это очень серьезные вещи. За это ты будешь отвечать перед Богом на суде. В Ветхом Завете было внешнее проявление. Не прелюбодействуешь, мыслить можно о чем хочешь, ты же не прелюбодействуешь физически. Иисус делает поправочку в законе. Если ты только подумал, ты уже прелюбодействовал в сердце. Представляете, какая чистота должна быть в христианской жизни? Какая чистота и святость, какого уровня христианин должен достигать? Ты хочешь быть блаженным или ты хочешь быть несчастным христианином? Выбирай. Выбор пред тобой. Дальше он приводит пример. Образная речь опять же идет, не буквально. Если правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его. Если тебя глаз соблазняет посмотреть порнографию в интернете, вырывай его. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих и не все тело твое было ввержено в гиену. Для Бога важно спасение твоей души. Если ты грешишь, ты царства Божьего не наследуешь. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих и не все тело твое было ввержено в гиену. Видите, как все серьезно. Сказано так же, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенное, тот прелюбодействует. Друзья, одна жена на всю жизнь. Если вы верующий в Иисуса Христа. Я не говорю вам сейчас о вашей прошлой жизни. В вашей прошлой жизни до того, как вы уверовали, я не знаю, у человека может быть пять-десять жен было, я не знаю. Лучше, конечно, если у вас их не было. Но грешный человек, он по-разному приходит к Богу. У человека, может быть, там несколько жен было в прошлом. Если ты уже христианином стал, если нет возможности вернуться к своей жене, то ты имеешь право жениться. Но у человека должна быть одна жена на всю жизнь. Никаких разводов, никаких повторных браков. Что это такое? Сейчас в христианстве мода пошла разводиться и жениться на другой. Детей оставляют, жен оставляют, бегут к каким-то блудницам непонятным, которые тоже выдают себя за христианку. Вы понимаете, что происходит? Это грех. Одно и второе грех. Это же слова Иисуса Христа, я же не выдумываю. Кто разводится с женой своей, тот дает повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенное, тот прелюбодействует. Прелюбодеяние — это грех. Какие вопросы? Пред Богом будете отвечать. Там написано в Писании, блудников и прелюбодеев судит Бог. Ты можешь кричать сколько угодно, что ты христианин, я хожу в церковь. А Бог говорит, а мне не холодно и не жарко от того, что ты ходишь в церковь. Наладь свою жизнь, перестань смотреть порнографию, перестань заниматься самоудовлетворением, перестань спать с женщинами. Если ты женился, не разводись со своей женой. Жена на всю жизнь, до конца, до смерти. Понимаете? Вот так, вот христианский путь, друзья, это серьезные вещи. Это сейчас жизненные, а серьезные вещи, я вам говорю. Это не шуточки. Это же не то, что жена, это же не то, что галстук поменять. Сегодня красный одену, завтра белый одену галстук. Жена — это серьезные вещи. И жены муж — это тоже очень серьезные вещи. Это отдельная большая тема. Мы как-нибудь, может, коснемся и этого. Дальше он говорит о клятвах, чтобы мы не клялись ни небом, ни землей, потому что небо — престол Божий, земля — подножье ног Его. Подножье ног Его. Не надо клясться никогда. Клянусь Богом. Видите, в фильмах там где-то показывают, или кто-то. Я клянусь, что вот я сделаю. Никогда не клянитесь. Если ты христианин, никогда не клянись. Никогда. Ни небом, ни землей, потому что она подножье ног Его. Ни Иерусалимом не клянись, потому что он город великого Царя Иисуса Христа. Ни головой твоей не клянись. Клянусь головой, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Ты можешь свой волос сделать белым или черным? Как ты можешь клясться головой своей? Если голова твоя тебе не принадлежит, это Божье творение. Ты даже не можешь себе рост сделать больше или меньше. Ты волос свой не можешь изменить. Ну, я имею в виду физически. Конечно, можно пойти покраситься или парик одеть. Понимаешь? Не можешь сделать ни белым, ни черным. Это все делает Бог. Так вот, слово твое да будет да, да или нет, нет. Тебе задают вопрос, ты отвечаешь, да или нет. Все остальное от лукавого. Дальше очень интересный момент по поводу противления злу, потому что многие задают вопрос, а надо ли идти на войну, а надо ли защищаться от своего врага, убивать своего врага. Я удивляюсь христианам, которые вообще этот вопрос задают на горную проповедь. Вы вообще читали или нет? 2.38 стих. Вы слышали, что сказано «Око за око, зуб за зуб». В Ветхом Завете были такие правила. Тебе выбили зуб, ты можешь иметь по закону, на тебе правда, что ты можешь выбить ему зуб. Тебе выбили глаз, ты можешь пойти и выбить глаз своему врагу. Это было по закону нормально. Пойди и выбей ему тоже. Отомсти, так сказать. Око за око, зуб за зуб. Месть. И раньше это было правильно. То, что было правильно раньше, сегодня это уже неправильно. Потому что пришёл Иисус Христос, который сделал поправку в законе небесной страны. Если хотите. Поправка, вы знаете, как поправки в законе парламента. Так же и здесь. Пришёл Иисус Христос, Бог Боговый, Царь Царей, сделает поправочку. Говорит, да, тогда вы так делали, и это было для вас правильно. Но сейчас я делаю поправочку. И те, кто это не делают, нарушают. Ты хочешь великим наречься в Царстве Божьем или малейшим в Царстве Божьем? Ты хочешь учить око за око, зуб за зуб, или не протився злому? Выбор за тобой. Иисус учил, не протився злому. Чей ты ученик? Иисуса Христа или Моисея? Выбирай. Выбор за тобой. Иисус говорит, а я говорю вам, не протився злому. Кто ударит тебя в правую щеку, подставь и другую. Кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Не цепляйтесь. Кто-то судится с тобой, ты должен мне там 100 рублей. Отдай ему 200. Ты должен мне там рубашку. Или там я не знаю что. Отдай ему две рубашки. Не надо быть жадиной. Отдавай. Вот чему учит Иисус. Отдавайте, отдавайте. Делайте добро вашим врагам. И тогда врагам вашим будет стыдно. Понимаете? Отдай ему верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Пойдем со мной куда-то сходим. И ты, а, не хочу. Нет, ты должен не то что идти, даже если ты не хочешь. Иди с ним больше, если надо. Понимаете принцип? Делайте лучше, чем от вас того ожидают. Понимаете? Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Некоторые извращают Писание и говорят, так что, если у женщины просят дай секса, женщина должна дать и секса? Это извращенцы только так думают. Тут в контексте говорится вот об этом. Если у тебя кто-то просит дать, одолжить, то не отвращайся, просто дай ему и все, благослови его, даже не ожидая ничего в ответ. Вот христианство. Вот это христианство называется. Вот этот человек, последователь Иисуса Христа. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. В Ветхом Завете это была норма. А теперь, что Иисус говорит, делает поправочку. А Я говорю вам, любите врагов ваших. А то сейчас многие начали призывать христиан идти на войну, или там еще защищать свою родину. Христиане многие забыли, что родина у них на небе, а не на земле. Любите врагов ваших. Как ты собираешься любить врага твоего? Ну вы представьте, христианин из России, его призывают в армию, он идет бить врага. Христианин из Украины, его тоже призывают в армию, он идет бить врага. Россия и Украина встречаются, два христианина начинают друг друга убивать. Что это? Это христианство? Я видел эти видео, когда пушки заряжают такими бомбами и кричат «Во имя Иисуса Христа! Баба!» Это так они любят своих врагов? Бомбы им на головы скидывают. Любите врагов ваших. Как Иисус Христос возлюбил этот мир? Он отдал жизнь свою без оружия в руках. Ты, христианин, призван делать тоже. Благословляйте проклинающих вас. Тебя кто-то, «А ты такой-сякой негодный!» А ты говоришь, «Пусть тебя Бог благословит!» Ты призван тому, что ты наследовал благословение, и ты призван благословлять. Ты призван благословлять. Благотворите ненавидящим вашим, делайте добрые дела тем, кто вас ненавидит. И молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Господи, благослови Витю, Петю, Ваню, врагов моих. Они гонят меня, они обижают меня. Благослови их. Никакого зла не держите на этих людей. Бог мстит. Бог мстит. Не мы с вами. И дальше, что Иисус говорит? «Если вы так будете поступать, это очень сложно. Без Духа Божьего, без водительства Божьего, без Иисуса Христа это выполнить невозможно. Это сверхчеловеческие усилия надо прилагать. Человек сам по себе на это не способен. Это только Дух Святой в человеке может это проявить. Но что Иисус сказал? «Если вы будете так поступать, будете кем? Сынами Отца вашего Небесного». Какое высокое звание ты имеешь во Христе, исполняя то, что Иисус говорит? «Будете сынами Отца вашего Небесного». Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. «Солнце же Бог не ограничивает, только на добрых светит, на злых не светит». «Дождь только на добрых дождик, а на злых не надо дождик». На всех. Бог не разграничивает людей. Бог любит всех людей одинаково. И мы призваны любить всех людей одинаково. Потому что в нас живет Бог, а Бог есть любовь. И любящий Бога рожден от Бога, и любит Бога, и любит людей. Так просто. «Бо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари?» Любить любящих легко. Тебя любят, и ты любишь в ответ. Как бы так, налегке. А ты попробуй любить того, кто тебя ненавидит, кто тебя презирает, кто тебя гонит, кто тебя унижает. Попробуй любить такого человека. Любовью Иисуса Христа, который возлюбил тебя, который простил тебе все грехи. «Если же вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть приветствовать надо всех, любить всех людей одинаково. Наоборот, располагать людей к себе, а быть открытым, чтобы люди узнали о вас как можно больше. Не замыкайтесь, не закрывайтесь в четырех стенах. «Проповедуйте Евангелие на кровлях». Пока есть такая возможность. Друзья, это было маленькое вступление. У нас ещё есть где-то полчаса, наверное. Немножко отвлечёмся. Пусть вас Господь благословит, укрепит. Вы уже чувствую, укрепляетесь в вере, в Духа и наполняетесь Его присутствием. Слава Богу! Слава Господу! А комментарии, друзья. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Михаил пишет, «Нам, христианам, защищаться не надо. В этом и счастье. По воле Господа нас, так сказать, защищают те, кто идёт в ад». Так как война нужна лишь тем, кто идёт к сатане. Кирилл пишет, «Дима, мир тебя! Помолись за мою бабушку Рему Ивановну. Прошу Бога продлить ей дни на этой земле. Прошу помолиться». Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе за Кирилла, за его искреннее и жаждущее сердце. Боже, я просим тебя за его бабушку Рему Ивановну. Я прошу тебя, чтобы ты благословил её сейчас. Ты видишь её состояние здоровья, то, что она в любой момент может оставить этот мир. Я прошу тебя о том, чтобы ты благословил её, укрепил её здоровье, чтобы ты, Господи, открыл ей себя, чтобы она прежде всего знала тебя, пребывала с тобой, искала лица твоего. И благослови её, пожалуйста, укрепи её в вере и сохрани её ещё на этой земле. Продли её годы для того, чтобы она ещё больше узнала о тебе, да будет прославлено имя Твое через эту ситуацию во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть вас Господь благословит, Кирилл, и вашу бабушку. Всё будет хорошо. Держитесь за Господом. Нико Капанян пишет, «Если враг напал, надо защищаться». Ну, есть разные степени защиты. Защищаться — это не значит убивать человека. Защищаться можно словом. Иисус как защищался, живя здесь на земле? Посмотрите, почитайте, как Он защищался. Он словом говорил. И всё, только словом. Он никогда не защищался физически. Он говорит, «Вы пришли взять Меня, берите, их оставьте». Так просто. Так что никогда не нужно бояться врага. Наоборот, надо Его любить, молиться за Него и проповедовать Ему Иисуса Христа, потому что это грешник, а он нуждается в спасении. Я одежду отдала. Четыре пакета. XXX777. Не помню, как вас зовут. Ирина или Юля. Напишите свои имя, я всё время забываю. Это наша сестра во Христе. А счастье было у меня до такого. Слава Господу, истина. У меня был случай, не хочу хвалиться. Однажды я пожертвовал сумму в метро. Одному, я уже не помню кому, то ли пожилому человеку. Я не часто это делаю, скажу вам честно. Я не делаю это, потому что есть мошенники, которые ходят, собирают. Но я почувствовал, что надо этому человеку дать. И я взял определённую сумму. Напоказ людям я не давал. Сейчас мы и об этом тоже почитаем. Я не люблю напоказ это делать. Я вышел, уже когда он вышел из метро, вернее, вышел из поезда, я за ним. И тихонечко ему так всунул, и всё. Всунул, и всё. Пошёл, ничего. Даже не обратил внимания на его реакцию. Я иду. Я не успел трёх метров отойти от этого человека, как почувствовал Божье присутствие, Божье наполнение. Бог говорит, ты молодец. Ты молодец. Ты хорошо поступил, что пожертвовал этому бедному человеку. Так что спешите делать добрые дела. Благословляйте малоимущих или людей, которые нуждаются в поддержке. Бог вас благословил финансами. Это же Бог вам дал, для того, чтобы вы поддерживали слабых и малоимущих. И получите благодать и благословение от Господа. Да, и аминь. Так что это действительно реально работает. Бог благословляет таких людей, которые искренне от сердца дают. Голоден ли враг твой, накорми его, жаждет ли напои его. Да, и аминь. Нельзя христианам убивать. Роман пишет. Правильно, Роман. Согласен. Но это по Писанию. Если бы Иисус сказал, если к вам придут в оружие, возьмите оружие и ответьте в ответ. Ну тогда бы я, как христианин, конечно же, взял оружие, приготовил бы заранее и сделал бы всё, как повелел мне Иисус. Но Иисус мне такого не повелевал. И вам не повелевал. И все, кто ненавидит и убивает, волей-неволей становитесь служителями дьявола. Да. Всякий, кто гневается на брата своего, уже грешит. А тот, кто убивает, грешит вдвойне. И пойдёт на Божий суд отвечать, и пойдёт в ад и в озеро Огненное. Это серьёзные вещи. Так что, друзья, очень будьте осторожны. Ева пишет. А в притчах написано, «Утешайся женой юности твоей». Да. Там много чего, кстати, в притчах написано интересного. Притчи. И в «Песне песней» тоже много написано. Там написано, «Зачем тебе чужая женщина? У тебя есть своя женщина. Утешайся этой женщиной. Тебе Бог дал эту женщину? Утешайся ей. Зачем тебе смотреть на других? Зачем грех делать? Зачем грех на душу брать? Поэтому, друзья, читайте чаще Библию лучше. Я понимаю, что мы живём в таком мире, где господствуют дьяволы, где очень тяжело, особенно в мир, в век интернета, технологий, тяжело удержаться. Но я вам говорю, вы хотите быть блаженными людьми? Я хочу быть блаженным человеком. Достигайте уровня совершенства в Отце. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, Иисус сказал. Выбор за нами. Хотим ли мы достигать совершенства во Христе или не хотим? Есть такое понятие, апостол Павел писал, совершенный возраст Христов. Есть младенец во Христе, есть юноша во Христе, есть отец во Христе, есть совершенный возраст во Христе. А кто-то говорит, я ещё не родился, я только в зачатом состоянии нахожусь. Во Христе. Михаил пишет. Главное быть твёрдым в вере. Да и аминь. Дмитрий пишет. Порнографию я давно уже удалил, но соблазн продолжается. Да, это очень тяжёлый соблазн, особенно для мужчин. Я вас понимаю, потому что я сам мужчина, и мне бывает очень сложно в этой области. Поэтому, друзья, что я вам могу сказать? Просите у Господа силы, поститесь, молитесь. Сей род изгоняется только постом и молитвой. Господь вам в помощь. Ученик Христа пишет. Хватит постоянно просить у Бога прощения. Он раз и навсегда простил по вере в Иисуса. Ты прав, но постол Иаков пишет, или не помню кто, пишет, что все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Поэтому, если мы согрешаем, нужно каяться. Если ты стал христианином, это не значит, что ты никогда уже не грешишь. Рано или поздно, где-то дьявол тебя подловит. Тут главное обратить на это внимание. Потому что, если ты раз не обратишь внимания, второй раз обидишь человека, третий раз там где-то в блуд упадёшь, четвёртый раз говоришь, я христианин, мне каяться не надо. Ты уже не христианин, ты уже лицемер. Конечно, тебе каяться не надо, если Бог тебя простил, и ты чистый сердцем, и Бог тебе ничего не говорит. Но если ты приходишь на молитву и знаешь, что ты кого-то обидел или где-то согрешил, то лучше покайся, а потом приходи на молитву. Потому что любой грех разделяет наши отношения с Иисусом Христом. Разделяет нам. Мы не можем переживать Его присутствие. Конечно, Бог милует и так далее, но мы же должны покаяться. Ариэль Иванченко пишет, в Израиле такое происходит, грешники везде, и полная деградация. Я не сужу, но это реальность. Да. А в Откровении так написано об Израиле, что это Содом и Египет, где и Господь наш распят. Это Содом и Египет. И такое состояние в Израиле будет до второго пришествия Иисуса Христа. К сожалению, это обычное, мирское, развращенное государство, как любое другое государство в этом мире. Нету святого государства на земле. Все развращены, все до одного негодны. Все согрешили против Бога. И евреи не исключение. Потому что евреи тоже люди, они не боги. Поэтому всем нам нужен Иисус Христос для спасения. Бог повелевает ныне нам всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет правильно судить всю Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. То есть только через Иисуса Христа наше спасение. Да, и аминь. Ну что ж, друзья, слава Богу за вас, слава Богу за ваши комментарии. Нас смотрят почти 200 человек. Так что слава Богу за нас. Спасибо Богу. И после молитвы что-то наша связь вроде бы не разрушается. Уже два раза сегодня разрушалась. Но слава Богу, вроде как мы общаемся, продолжаем общаться. Слава Богу за эфир, за то, что Бог хранит нас. Я предлагаю нам почитать еще некоторую новость. Михаил пишет, при постройке Третьего храма надо будет спасать людей, открывать им глаза на то, что мы уже сейчас знаем. А пока что никто не хочет ничего слышать. Да, это так, это верно. Песни будут? Будут. Будут ученик. Спасибо, что напомнил. Ученик Христа знает, о чем говорит. Будут песни, да. Все согрешили и лишены славы Божьей. Слава дай и аминь. Именно это я и хотел сказать. Дай и аминь. Новости и размышления от Михаила я хочу вам зачитать. Он мне всегда перед эфиром что-то такое подкидывает, какую-то свежую новость, о которой я даже еще не успел посмотреть. Давайте я вам процитирую отрывок, если, конечно, Михаил не возражает. Спасибо ему, кстати, за то, что он следит за новостями в Израиле и следит за развитием событий. Это очень важная инфа. Вот послушайте. Послушайте, я вам зачитаю. Привет, меня зовут Гулиза. Я живу в Америке, штат Огайо. Я смотрю вас, но никогда не писал комментарии. Дима, спасибо вам за ваш труд, за то, что нам так разжевываете, объясняете. Благодарю Бога. Я сам люблю, когда мне разжевывают. Я сам люблю разжевывать. Я сам люблю копать детали, потому что если не разжевывать, если пищу не жевать, то она комом вот тут станет, понимаете. Надо жевать, 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 жевать. И только когда уже всё прожевали, только тогда глотать. Поэтому спасибо тебе, Гулиза, за твой комментарий, за твою благодарность. Пусть благословит Бог и тебя, и Америку. Слава Богу. Слава Богу. Валентина пишет, а разве, когда будет постройка Третьего Храма, двери язычникам не закроются? Закроются. Закроются. Откроются последние седьмина. Язычники будут спасаться, но уже не в том масштабе. Потому что придёт время, и они все примут начертания зверя. То есть понимаете, что произойдёт? Бог сейчас даёт благодать. Понимаете? Он позволяет людям спокойно жить, свободно. Но Бог ждёт же к покаянию. Это время не вечно. Благодать закрывается. Открывается последние седьмина пророка Даниила. Двери для язычников закрываются. Бог начинает работать с евреями, со своим народом. Но это не значит, что язычники не будут спасаться. Ведь сейчас времена язычников. Евреи же спасаются. Хотя сейчас времена язычников, конечно, спасаются. Но не в том количестве. Так же и в последнее время. Когда откроется последняя седьмина, спасаться будут евреи в основной массе, а язычники уже очень мало. Поэтому, почему? Да потому что придёт Антихрист и начнёт всех штамповать и всех заставлять себе поклоняться. А это уже точка невозврата будет. Понимаете? Вот Иисус и говорит. Хотя спасение будет для всех, никто не будет закрыт. Поэтому, друзья, думайте, решайте, принимайте решение сегодня. Ариэль пишет. Если будут вопросы, то говорите, я буду вашим разведчиком в плане Израиля. Конечно, пиши мне на имейл, любые новости, всё отслежим. Ну, а сейчас мы давайте зачитаем эту новость. Я посчитал нужным зачитать вам её для вас от Михаила. Дима, я вчера ещё размышлял о том, почему именно сделка века Трампа может быть именно тем, что в Библии написано «утвердит завет одна седьмина», а не какое-то другое событие. Многие люди не понимают, говоря, при чём здесь сделка века, если речь идёт о завете. А некоторые говорят, что седьмин утверждает завет, а не завет утверждает седьмину. Но ведь смысл-то в том, что последняя седьмина начинается с утверждения завета. Только надо разобраться и понять, с какого завета. И вот я попробую объяснить это таким образом. Завет, какой бы он ни был, Ветхий или Завет, или Новый Завет, Бог заключает с Израилем, так как написано «Вот наступают дни, когда я Бог заключу с Домом Израиля, с Домом Иуду Новый Завет», так как прежний завет, Ветхий Завет, они нарушили. То есть Новый Завет заключается с Израилем, так как Израиль — это природные ветви, которые временно отломились от лозы, а язычники — ветви от дикой маслины. Мы когда-то об этом размышляли, да. Они просто прививаются к лозе, к Иисусу, присоединяются, причащаются, становятся причастниками этого Завета во Христе. Но перед тем, как Израиль вступит в Завет с Богом во Христе, они сначала будут обмануты и обольщены лжехристом. Согласно пророчеству самого Иисуса, который сказал так, «Я пришел во имя Отца моего, и меня не приняли, но придет другой во имя свое», то есть Антихрист, сложный Христос, и вы его примете. А согласно Писанию, Новый Завет, который Бог заключил с Израилем, является Заветом мира, так как написано, «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их». Поэтому Новый Завет во Христе — это Завет мира, примирение. Вот поэтому уже Христос — подделка Христа, Он, подделываясь под Бога, как бы копируя Божьи действия, заключит с Израилем Завет мира, подпишет мирный договор, или по-другому сказать, вступит в союз с ними, с Израилем, и будет действовать обманом, то есть обманет Израиль, и лестью овладеет царством. Именно так написано в 11 главе Даниила, начиная с 21 стиха и далее. Молодец, Михаил, спасибо тебе за столь объемный и конкретный текст. Вот как это сделает тот, вот кто это сделает, тот и есть сам Антихрист. И мы, конечно же, узнаем его и увидим собственными глазами. Для меня это будет большая радость, так как пройдет всего лишь каких-то несколько долгих, недолгих, каких-то недолгих 3, 5, 7 лет после этого, в зависимости от того, сразу ли мы узнаем или нет его. Явится Иисус на облаке, как Он и обещал, говоря, «Я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где Я. Я так радуюсь, что скоро увижу Иисуса и обниму его». И вот любопытные новости, что они примирители, не хотят якобы делить Иерусалим пополам, а оставлять его так, как он есть. Я как раз подумал о том, что ведь так и написано в Откровении 11 главе 1-2 стихи, «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенники, поклоняющихся в нем, а внешний двор храма, исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». То есть 3,5 года. Здесь написано, «Внешний двор храма дан язычникам, и они будут попирать святой город Иерусалим 42 месяца». Это значит, согласно Писаниям, Иерусалим так и будет языческим, а не еврейским, вплоть до самого Второго пришествия. Только храмовая гора в Иерусалиме, возможно, будет поделена, чтобы евреи смогли на законном основании построить храм, который измерял Иоанн тростью. Через 42 месяца Иисус вернется, чтобы воскресить мертвых во Христе, восхитить церковь. Вот еще посылаю тебе статейку о том, что Саудовская Аравия, я уже ее читал, есть такая статья, я вам сейчас ее зачитаю, настолько сильно заинтересована в том, чтобы сделка века Трампа состоялась, что она готова выплачивать Абумазану практически пожизненную пенсию, так как он уже достаточно стар. Пенсия эта в размере 10 миллиардов долларов за 10 лет, по одному миллиарду в год, если он подпишет договор. Шалом, мир тебе! Спасибо, Михаил, если ты меня смотришь. Спасибо тебе за твои исследования, это очень ценная информация. А вот и сама статья, которую я вам сейчас зачитаю. Саудовская Аравия предложила Абумазану 10 миллиардов долларов за согласие на сделку века. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман предложил президенту Палестинской администрации Абумазану 10 миллиардов долларов. Представляете? Ну для них это копейки, конечно. За то, что он примет план президента США Дональда Трампа. Представляете, если бы вам такое предложили, что бы вы сделали? Приняли бы 10 миллиардов долларов на старости лет, так сказать, вам и вашим потомкам, и вашим внукам. Ну, Абумазан же не знает, куда он вляпывается, в какую ситуацию. Он же не знает, потому что наверняка не знает, что через 7 лет будет конец света. То есть эти 10 миллиардов он даже не успеет, там, наверное, и одного миллиарда потратить. Значит, смотрите. 10 миллиардов долларов за то, что он примет план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Джерусалим Пост сообщает со ссылкой на ливанскую газету Аль-Ахбар, что Бен Салман проинформировал Абумазана о деталях сделки века и просил согласиться на нее. Согласно информации газеты, Салман спросил Абумазана, какой годовой бюджет вашего окружения. На это Абумазан якобы ответил, я не принц, чтобы иметь собственное окружение. Тогда Бен Салман уточнил, что имел в виду расходы на зарплаты министров и служащих палестинской администрации. Абумазан назвал сумму в миллиард долларов и получил предложение, отдам вам 10 миллиардов долларов за 10 лет, если вы примете соглашение. Бен Салман также сообщил, что Саудовская Аравия и другие арабские страны будут оказывать финансовую поддержку палестинцам и помогать им в реализации проектов на Западном берегу, которые приведут к экономическому процветанию, одновременно расширяя палестинский контроль над зонами Абумазан. В ответ объяснил текущую ситуацию, сказал, что он не пойдет ни на какие уступки в отношении поселений, не откажется от принципа двух государств и от Иерусалима, и что любое давление заставит палестинскую администрацию распустить свои институты и возложить на Израиль ответственность за управление делами палестинцев на Западном берегу. То есть теперь вы понимаете, к чему все идет и как близко мы подошли к последнему времени, что мы очень скоро увидим мирное соглашение, от которого начнется отсчет последней седьмины, которая будет реализована в скором будущем. И это все, это уже конец времени. То есть принцип такой, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Политиков покупают, а если они не покупаются, их убирают и так далее. Ну, есть свои моменты, как разбираются с политиками. Ну, это ваш, как его, Ким Чен Ина купили же. Америка купила Ким Ина. Он там уже в войну хотел идти. Президент Трамп приехал, все уладил. Все, он теперь такой котик, чеширский котик, спокойненький, как ни в чем не бывало. Купили, да? Ему сказали, или ты до конца жизни будешь жить в роскоши, или же ни тебя, ни твоего государства не будет. Выбирай. Ну, конечно же, вы же понимаете. Хорошо, друзья, хватит о политике. Давайте, у нас не так много времени, но хотелось бы все-таки попеть вместе с вами. Давайте попоем пару песен, прославим Господа и будем потихонечку закругляться. К сожалению, мы не сможем прочитать все, но может быть, я вам еще что-то очень важное прочитаю какие-то отрывочки еще из Нагорной проповеди, очень важные, на которые нам нужно обратить внимание. Я что-то не думал, что так быстро пролетит время. Это ускорение времени, понимаете? Только сели, уже надо заканчивать. Давайте споем. Хвали душа моя, Господа, Пока я жив, славлю Бога и буду петь Ему, пока я есть. Хвали душа моя, Бога, И воздавай Ему славу и честь. Хвали душа моя, Господа, Хвали душа моя, Господа, Хвали душа моя, Хвали душа моя, Господа, Хвали душа моя, Господа, Блажен, кто поверил Богу, Творцу небес и земли Дающего хлеб голодным, Хранящему от беды Блажен, кто поверил Богу, Творцу небес и земли Дающего хлеб голодным, Хранящему от беды Хвали, душа моя, Господа, Аллилуйя Хвали, душа моя, Господа, Хвали, душа моя, Господа Хвали, душа моя, Господа, Душа моя, Господа Мир в вашем домах С любовью Христа Он был и он есть, И снова грядет любовью своей Весь мир он обнял, Приди же скорей Иисус тебя ждет Мир в вашем домах Мир в вашем домах Мир в вашем домах Мир в вашем домах Тебя того, кто все потерял От этой жизни очень устал Тебе тому, кто долго ждал Иисус Христос спасение дал И мир, и покой, и рай неземной Мир в вашем домах С любовью Христа Он был и он есть, И снова грядет Любовью своей Весь мир он обнял Приди же скорей Иисус тебя ждет Мир в вашем домах Мир в вашем домах Пусть Господь благословит всех вас Дух святой утешит в трудный час Мир в вашем домах С любовью Христа Он был и он есть, И снова грядет Любовью своей Весь мир он обнял Приди же скорей Иисус тебя ждет Мир в вашем домах Мир в вашем домах Мир в вашем домах Мир в вашем домах Хорошей песни есть Слава Богу Давайте еще одну споем Будем продолжать Еще у нас будут вопросы Вопросы, на которые я вам отвечу Иисус король В сердце моем И Божий свет Пусть пребывает в нем О, Господь, тебя люблю Славлю и благодарю О, Господь, тебя люблю Славлю и благодарю Через кровь твою Жизнь моя течет К престолу Отца Свободный путь ведет О, Господь, тебя люблю Славлю и благодарю О, Господь, тебя люблю Славлю и благодарю Иисус мой путь и свет Праведность моя О, Господь, тебя люблю Славлю и благодарю О, Господь, тебя люблю Славлю и благодарю Славлю и благодарю Спасибо тебе, Господь, за твое присутствие За твою любовь За твою милость За твою благодать За твой свет За твой крест За твое воскресенье Благослови и направь Наше общение дальше Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Вопросы, друзья Есть Определенные вопросы Давайте попробуем на них Отвечать Дима Дима, такой вопрос Думаю, в самом конце Перед пришествием Христа Там написано, что евреи Израильский народ Начнет плакать и рыдать Когда увидят Сходящего С небес Иисуса Христа Вот тогда они начнут Плакать и рыдать В самом конце Алексис Лысенко Я тоже на вас подписался Дмитрий Слава Богу Пусть вас Господь благословит Мы все ищем Господа В этом мире Мы все нуждаемся в Нём Без Него Мы ничего не можем Не делать Не жить Даже если мы имеем Всё Но не имеем Господа Иисуса Христа В сердце Мы банкроты Наша жизнь Проходит впустую Я вам скажу Это на собственном Личном опыте Если мы не имеем Ничего Мы нищие Мы нищие У нас нет дома У нас нет Машины Квартиры Денег Живём от зарплаты До зарплаты Но если мы имеем Христа в сердце Мы богаты Христос Будущий богат Обнищал ради нас Чтобы мы обогатились Его нищетой У нас есть Самая большая драгоценность За которую многие люди Хотят заплатить Большие деньги Вы думаете Богатые Счастливы? Нет Они не счастливы Они имеют Весь этот мир Что толку Иисус говорит Если ты приобретёшь Весь мир А душе своей Навредишь Что толку? Большие деньги Платят Люди За удовольствие А нам Господь даёт Это дар Мир свой Покой И радость Так что Надо его славить Надо стараться Жить чистой Святой жизнью Надо любить Господа Любить людей Первая Вторая заповедь И всё у нас Будет хорошо Наталья пишет Евреи Это не нация А принадлежность Аминь Аминь Вопрос Андрей задаёт Привет Дима Благословение Господнего Тебе Вопрос такой От Луки 5.20 Написано По их вере Простились грехи Расслабленному Почему написано По их вере А не по его вере Как ты думаешь Ну опять же Друзья Читаем контекст Это записано В Евангелии от Луки 5 глава 17 по 26 стих Давайте зачитаем В один день Когда он учил И сидели тут фарисеи Закона учители Пришедшие из всех мест Галилеи Иудеи Из Иерусалима Сила Господня Являлась в исцелении больных Опять же Галилеи Иудеи Иерусалима Вот принесли Некоторые на постели Человека Который был расслаблен И старались Внести его в дом Положить перед Иисусом И не найдя Где пронести За многолюдством Влезли наверх дома Сквозь кровлю Спустили его С постелью На середину Перед Иисуса И он Видя веру И сказал Человеку Тому Прощаются Тебе Грехи Твои Книжники Фарисеи Начали рассуждать Говоря Кто это Который Богохульствует Кто может Прощать грехи Кроме Одного Бога Это вам Ответ на вопрос Иисус Бог или нет Иисус Прощает Грехи Иисус Уразумев Помышление Сказал им В ответ Что помышляете В сердцах Ваших Что легче Сказать Прощаются Тебе Грехи Или Сказать Встань И ходи Но Чтобы вы Знали Подчеркните Сын Человеческий Имеет Власть На земле Прощать Грехи Книжники Удивлялись Кто может Прощать Грехи Бог Только Может Прощать Грехи То есть Косвенно Иисус Христос Подтвердил Свою Божественность Сын Человеческий Имеет Власть На земле Прощать Грехи Вы Слышите Такое Утверждение Вы Еще До сих пор Думаете Что Иисус Не Бог И он Тот Час Стал Перед Ним И взял На чем Лежал И пошел В дом Свой Славя Бога И ужас Объял Всех И славили Бога И Быв Исполнено Страх И говорили Чудные Дела Видели Мы Ныне Вот Контекст Что там Произошло В первую очередь Обратите Внимание Исцеление А во вторую очередь Иисус Продемонстрировал Свою Божественную Власть Для того Чтобы показать Этим Религиозным Лицемерам Что он Имеет Власть На земле Прощать Грехи Следовательно Иисус Бог Это Первое Второе Исцеление Произошло По их Вере А прощение Грехов Исходит От Бога Хотя Бог И Исцеляет Людей Иногда Даже Это Не Зависит От Их Веры Как И Не Всегда Зависит От Веры Человека Солнце Или Дождь Помните Грешников Тоже Бог Исцеляет Просто Люди Грешники Они Даже Не Знают Как Это Они Становятся Здоровыми Сами По Себе Что Ли Да Нет Бог Приходит В Их Жизнь Они Просто Не Могут Этого Понятия Сознать Поэтому Не Всегда И По Вере Происходит Исцеление Друзья Иногда Происходит Потому Что Бог Так Решил Что Этому Человеку Надо Еще Пожить Потому Что Он Покается Через Десять Лет Ему Надо Дать Еще Здоровье Пусть Поживет А Этого Человек Не Покается На Протяжении Жизни Его Надо Забрать Сегодня Понимаете И Мало Того Он Еще Может Навредить Другим Поэтому Тут Мы Не знаем Пути Господень Неисповедимы Поэтому Вот Вам Друзья Это Не Всегда Зависит От Веры Не Всегда Зависит От Веры Но Произошло Исцеление И Произошло Прощение Грехов Любовь Спрашивает Объясните Пожалуйста Как вы Понимаете Внезапность Пришествия О Чем Так Много Говорил Христос Восхищение Церкви Святыми Сядет На Престоле Судить Мир Здесь Никаких Разделений Нет Это Описание Одного И Того Же События Только С разных Точек Зрения С разных Телекамер Если Хотите Один Описывает Так Другой Описывает Так Но В принципе Суть Та же Самая Что Пророк Захария Что Евангелист Матфей Или Лука Все Это То же Самое Или Апостол Павел Все Это Те Же Самые События Только С разных Сторон Поэтому Господь Придет Не Один Не Один Он Придет Вначале Будет Восхищение Церкви Потом Господь Придет Со Всеми Святыми Как Написано И Это Об этом Написано Не Один Раз Писание Павел Задает Вопрос Дима Дорогой Брат Мир Тебе Твоей Семье И Команде Которая Помогает Тебе Делать Эфир Команда 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 Особо Нету Но Все Равно Команда Команда Есть Команда Иисуса Дима Раскрой Тему Рождения От Слова Божьего Многие Крестившиеся Утверждают Что Получили Прикрещение Водном Дар Духа Святого А в жизни Как Были Язычниками Так И Остались Читаем Это Место Из Писания Друзья Я специально Подготовил Для вас Это Деяние Апостолов 19 глава С 1 по 7 стих Рожденные От плоти Нет Давайте Вначале Зачитаем Евангелие От Иоанна 3 глава 6 по 8 стих Иисус Говорит Это Слова Иисуса Христа Рожденные От плоти Есть Плоть То есть Мы рождаемся Физически От мамы От мамы И папы Мы родились Это Плоть Я Плоть Это Плоть Пока Просто Плоть Дух Там Внутри Дальше А рожденные От духа Есть Дух Как мы Получаем Рождение От духа Когда Каемся В своих Грехах Когда Начинаем Веровать В Иисуса Христа Дух Святой Сходит На нас Это Называется Рождение Духа И наш Дух Оживает Он Спал Наш Дух Спал Внутри Мы не Понимали Духовные Вещи Мы были Закрыты Мы Жили Но Жили Как Во сне Наш Дух Спал Приходит Дух Святой Оживляет Нас Дух Наш Оживает Внутри Нас Благодаря Вере В Иисуса Христа Благодаря Духу Святому Который Поселяется В нас Слышите Дух Святой Поселяется В сердце Верующем Человеке И таким Образом Дух Оживает Это Называется Рождение От духа Дальше Иисус Говорит Не удивляйся Тому Что я сказал Тебе Должно Вам родиться Свыше Есть понятие Рождение Свыше Рождение Свыше Рождение От духа Святого Если ты не родился От духа Святого Ты не наследуешь Царство Божьего Как ты себя Не называй Тебе нужно Родиться От духа Святого Покаяться В своих грехах Пережить Прощение Грехов Рождение Свыше И наполнение Духом Святым Должно Вам родиться Свыше Дух Дышит Где хочет И голос Его слышишь А не знаешь Откуда приходит Со всяким Рожденным От духа Где тут Упоминание О крещении Мы Рождаемся От духа Крещение Это как Последствия Того Что уже Произошло Когда ты Поверил В Иисуса Христа Крещение Не спасает Само по себе Еще одно место Хорошее Это Деяние Апостола 19 глава С 1 по 7 стих Во время Пребывания Аполлоса В Коринфе Павел Пройдя Верхние страны Прибыл В Ефис И там Найдя Некоторых Учеников Сказал им Приняли ли Вы Духа Святого Уверовав Обратите Внимание Приняли ли Вы Духа Святого Уверовав Он не Сказал Приняли ли Вы Духа Святого Когда Покрестились Нет Он говорит Вы Уверовали В Иисуса Христа Так Вы Приняли Духа Святого Потому Что Когда Ты Поверишь В Иисуса Христа Ты Должен Принять Этого Духа Если Ты Не принял, значит, что-то ненормально. Они же сказали ему, мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. То есть впервые слышат вообще о Духе Святом. Но тогда был переходный период от Ветхого Завета к Новому. Тогда было Иоанново Крещение. Это такой плавный этап перехода от Ветхого Завета к Новому. И Иоанн Креститель — это такой, как сказать, проводник в Новый Завет. Иоанн Креститель — это последний Ветхий Пророк, слышите? который соединяет мостик между Ветхим и Новым Заветом. Между Законом Моисея и Иисусом Христом. Иоанн Креститель. Слышите? И вот это и произошло. Мы, говорит, уверовали в Иисуса Христа, но мы даже не слышали о Духе Святом. Он сказал им, во что же вы крестились? То есть они уже крестились. Они приняли водное крещение. Но они не приняли Духа Святого. Они даже не знают, что это такое. Они только приняли водное крещение. Он же сказал им, во что же вы крестились? Они сказали, во Иоанна, во крещение. Иоанн крестил покаяние. Павел сказал, Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Но Христос уже пришел. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И вот, и вот, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Вот вам ответ на ваш вопрос. Спасает нас вера, вера, не крещение, вера в Иисуса Христа. Что толку, если ты покрестишься в воде, а живешь, как последний грешник? Что толку, если ты обрезание принимаешь и читаешь Писание, а живешь, как последний грешник? Что толку с тебя? Кто оправдается на суде в последний день? Тот, кто обрезан и читает Писание и грешит, или тот, кто не обрезан и, может, мало знает Писание, но живет чистой и святой жизнью во Христе? Кто оправдается, как ты думаешь? Вопрос к тебе на засыпку. Юрий задает вопрос. Как думаешь, перед концом света будет Вознесение Господне Витбуватеса осуществляться? В какой форме это будет? В какой форме? Спрашивает Юрий. В воскресении, Вознесение верующих будет так же, как Господь наш вознесся. И мы об этом четко читаем во всех Евангелиях, в деяниях. Мы видим, как Иисус возносился, Его видели восходящим на небо. Так же и будет восхищение Церкви. Люди будут подниматься на небо. Медленно, плавно, не спеша. Как Иисус возносился на небо. Я думаю, механизм будет точно такой же. Если Дух Святой, там написано, Который воскресил из мертвых Христа, живет в вас. Если Он живет в вас, этот Дух Святой, то Он и нас воскресит и вознесет таким же образом, как написано, как Иисуса Христа. Вот вам механизм. Один берется, другой оставляется. Ещё один вопрос человека, который не верит, что Бог мог стать человеком, он не верит в божественность Христа, он не верит, что Бог может стать человеком или воскреснуть. Скорее всего, мусульманин, я так думаю. Я не знаю его имени, но он знает, если смотрит меня. У которых всегда, вот у мусульман, или там у них всегда нападки на божественность Иисуса Христа. Дьявол всегда бьёт в божественность. Вы обратите внимание, дьявол не бьёт там во что-то другое, именно в божественность Иисуса Христа бьёт, потому что это основа христианской веры, основа спасения человека вообще, божественность Иисуса Христа. Потому что Иисус, если не Бог, тогда что? Человек, просто человек? Тогда христианство получается, сколько там, миллиард человек на земле в обольщении? И вот он спрашивает, уважаемый, у меня вопрос, «Какими качествами обладает Господь и должен обладать?» Какими качествами? Давайте зачитаем Святое Писание, книга Исход, 34 глава, 4 по 9 стих. «И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежнему, встал рано поутру, взошёл на гору Синай, как повелел ему Господь, взял в руки две каменные скрижали, и сошёл Господь в облаке, остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы». Ну Иегова, пусть вас не пугает это, это действительно есть, записано, но Иегова нету такого в Писании, есть «ихвыхы». «Яхвы», «Адонай», «Господь Саваоф». «Ихвыхы» правильно произносить. «Иегова» — это уже современная обработка. «И прошёл Господь перед лицом, его и возгласил Господь Бог». Господь Бог возгласил. «Бог, человеколюбивый». Какой Господь у нас? «Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Хотите знать характер Бога? Прочитайте, пожалуйста, книгу «Исход», 34 глава, 6 стих. Это характер нашего Бога. Человеколюбивый. Он как был в Ветхом Завете человеколюбивый, так он и в Новом Завете человеколюбивый. И не лгите на Бога и не унижайте его. Потому что говорят, Бог кровожадный в Ветхом Завете, а в Новом Завете он любящий. Или некоторые ещё доходят до маразма, говорят, это разные Боги. Вот в Ветхом Завете это дьявол, а в Новом Завете это уже настоящий Бог. Это всё ложь. Как он был в Ветхом Завете, так он и в Новом Завете. Бог не меняется. Да, у Бога свои законы, свои правила, свои требования, свои ожидания от человека. Он по-разному показывается и открывается, но Он не меняется. Бог не может изменяться, Он не человек. И вот вам написано, какой Бог? Бог, человеколюбивый, Бог любит людей, ненавидит грех, милосердный, то есть милует, Он любит миловать человека, долготерпеливый, долготерпит твой грех, ждёт, ждёт, когда ты раскаешься наконец-то, чтобы ты в ад не пошёл. Потому что Бог знает, если ты сегодня умрёшь, пойдёшь в ад. Он ждёт тебя, всё надеется, что ты покаешься, а ты не каешься. Сколько можно ждать? Бог долготерпеливый, Он ждёт, 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 но всему же есть свой конец. И долготерпению Божьему тоже скоро придёт конец, и придёт гнев Божий на землю. Долготерпеливый, вот характер Бога, многомилостивый, многомилостивый, не просто милостивый, а многомилостивый и истинный. Истинный. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Истинный Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир для спасения человечества. Вот этот Бог — Триединый Отец, Сын и Дух Святой. Вот это единый Бог, как одна семья из трёх человек, как один кленовый лист из трёх граней. Как состояние воды. Огонь, ой, вернее, лёд, вода и пар. Понимаете? Вот такой же и Бог. Три Личности. Отец, Сын и Дух Святой. Вот Он такой всегда был. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Любит прощать, миловать, но не оставляющий без наказания. То есть Он справедливый. Это многие говорят, Бог любит человека, Бог не отправит человека грешника в ад. Он же любит его. Но Он же справедливый, об этом тоже нельзя забывать. И наказывают вину отцов, детях до третьего, четвёртого рода. Есть понятие ад, есть понятие рай, есть понятие озеро огненное. Понимаете? Есть вечность. Впереди нас ждёт вечность. А на земле жизнь так коротка и хрупка, и зыбка. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал, «Если я приобрёл благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдёт владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши, грехи наши, сделай нас наследием твоим». В Новом Завете мы читаем слова самого Иисуса Христа. Будьте внимательны, друзья, мусульмане. А то мусульмане хитрые. Они берут, цитируют мне Библию, доказывая своё. А когда я им говорю о божественности Христа, Его смерти, Его воскресенье, то они мне говорят, «Библия переписанная и неистинная». Так вы же мне цитируете Библию и говорите, «Вот в Библии написано». А потом, когда я вам говорю о божественности Иисуса Христа, вы говорите, «Библия переписана и неистинна». Как змеи изворачиваются. Так вы разберитесь между собой, Библия — это Слово Божье, это истина или ложь? Если это ложь, то что же вы мне её цитируете? Иначе будете краснеть потом перед Богом в своих грехах оправдываться, и то, как вы противились Богу. Потому что тот, кто идёт против Сына Божьего, идёт против самого истинного Бога. Иисус сказал, «Видящий Сына видел кого?» Отца. Верующий в Сына верит в кого? В Отца. Аминь. Так что будьте осторожны, чтобы не оказаться Божьими врагами и противниками на суде Божьем, когда придёт его гнев. Предостережён, значит, вооружён. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий». Слова Иисуса Христа. «Сущий на небесах». Слышите? «Сущий на небесах». Иисус молится к Отцу, «Отец сущий на небесах», а тут Сын Человеческий, сущий на небесах. «И как Моисей вознёс змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Иисус сравнивает себя со змеёй в пустыне. Как раньше люди смотрели на шесть змеи и исцелялись от укусов змей, так и сейчас люди исцеляются благодаря тому, что они смотрят на крест Иисуса Христа. Бог исцеляет и прощает их грехи. Вот аллегория. Вот и насказание. Вот образная речь показывается, чётко и ясно. «Дабы всякий верующий в него что? Не погиб. Следовательно, тот, кто не верует что? Погибнет. «Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Тот, кто не верит в него, тот погибнет. Тот, кто не верит в него, не будет иметь жизни вечной. Мотайте на ус. «Ибо так возлюбил Бог мир». Как? Он что, там на облачке нам кричит? «Я люблю вас, люди! Эй, слышите меня, как я вас люблю!» Нет, Он доказал свою любовь. Он стал человеком и умирал за грехи наши. Он доказывает свою любовь к человечеству. А как ты доказываешь свою любовь к Богу? Тем, что плюёшь на Иисуса Христа, унижаешь Его? Божественность. Я тебя предупредил, друг, будь осторожен, с этим не шутят. То, как ты относишься к Иисусу Христу, показывает, как ты относишься к самому Богу. Потому что Иисус Христос сказал, верующий в Меня верит в Отца. Аминь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, единственного». У Него больше сыновей нет. Да, мы тоже сыновья и дочери Божьи, но только уже по вере в Иисуса Христа. Если можно так сказать, Иисус Христос старше наш брат. Ну, если так можно выразиться. Он нас сделал детьми Божьими. Так вот, Бог возлюбил нас так, что отдал Своё единственное, дорогое, что у Него было. А ты бы отдал Своего ребёнка на рассерзание грешникам? Подумай, прежде чем критиковать Иисуса Христа. Хорошо, подумай. Так вот, дабы всякие верующие в Него, всякие верующие, речь не идёт о деноминационной принадлежности, неважно, кто ты, на небе заборов не будет. Представляешь, ты на небе сидишь, забор, я православный, забор, я католик, забор, я протестант, привет, приятно познакомиться. На небе заборов нет. Там написано, «Всякий, верующий в Него». Там же не написано, «Всякий, кто поверил, ходит в православную церковь, или кто ходит в католическую церковь, или кто ходит в протестантскую церковь». Там написано, «Всякий, верующий в Него, не погиб». Согласись, если католик, протестант и православный попадут вместе в тюрьму за имя Иисуса Христа, к примеру, приведём себе такую гипотетическую ситуацию, они что, будут там в тюрьме друг другу доказывать, кто прав, а кто виноват? Или объединятся вокруг Христа и вместе будут молиться, чтобы Бог помиловал их и помиловал их гонителей? Понимаете? Понимаете, друзья, о чём я говорю? Так вот, «Всякий, верующий в Него, не погиб». Если ты веришь в Иисуса Христа, ты не погибнешь. Если ты не веруешь в Него, погибнешь. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него». Верующий в Него не судится наравне с грешниками у Белого престола. Помните, когда будет Второе воскресенье? Суд у Белого престола. Открыты книги. Каждый был судим по книге сообразно с делами своими. Так вот, верующие на этот суд не приходят. Иисус Христос. Слова Иисуса Христа. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён. То есть ты осуждён не из-за того, что ты сделал что-то плохо. Слышишь? Неверие в Иисуса Христа это самый большой грех в твоей жизни. Есть хорошие грешники, есть плохие грешники, но и тот, и тот уже осуждён Богом. Под судом находится. Каким бы ты хорошим не был, пока ты не уверуешь в Иисуса Христа. Слышишь? Потому что все согрешили. Не говори мне, что ты святой, что ты живёшь... Мне Христос не нужен. Я и так хороший человек. Не говори мне, что ты никогда не обманывал. Не говори мне, что ты никогда не думал плохо, что ты никогда не воровал ни в мыслях, ни в делах. Не говори мне, что ты такой суперсвятой. Если ты такой суперсвятой, то ты не должен умирать тогда. А если ты умираешь, значит, ты грешник. Возмездие за грех смерти. Физическая смерть коснётся каждого человека. Это говорит о чём? О том, что все люди грешники согрешили. Но разница только в том, что пункт назначения у нас у каждого будет разный. Если ты веришь в Иисуса Христа, ты пойдёшь в рай. Если ты не веришь в Иисуса Христа, пойдёшь в ад и в озеро огненное, на Божий суд. Я озвучу в описании, друзья. Делайте выбор, делайте выводы. Это очень важно. Итак, друзья, продолжение Нагорной проповеди и будем заканчивать. Я в конце ещё зачитаю ваши комментарии. Пришло время подводить итог. Опять потерялась связь. Сегодня что-то у нас такое странное происходит. Не знаю, с чем это связано. Но думаю, что связь восстановилась и восстановится. Так, друзья, не творите милостыни пред людьми. Пусть творите это только перед Богом и сами перед собой. Тогда всё у вас будет хорошо. Когда молишься, не будь как лицемер, не молись напоказ. Ну, что такое напоказ? Где-то я сейчас напоказ молюсь перед вами, да? По большому счёту, если так вот буквально всё воспринимать. Молиться нужно осторожно, потому что Бог... Стоять перед Богом. Как ты молишься? Молишься ты с какой целью? Чтобы показать людям, какой ты хороший молитвенник? Смотрите, как хорошо я молюсь. Или ты молишься за людей, переживаешь за них? Потому что Иисус тоже публично молился. Перевосвященническая молитва. Евангелие от Иоанна, 17 глава, по-моему, если я не ошибаюсь. Понимаете, Он тоже публично молился. Поэтому, друзья, когда ты молишься, не будь как лицемер, там написано. Они останавливаются и показывают людям. Великий молитвенник. Это лицемерие называется. Так делать не надо. Они уже получают награду свою. Какой молодец, как он хорошо молится. Понимаете, друзья? Так что не ищите славы от людей. Ищите славы от бессмертного, единого, святого, непорочного. Значит, совет какой? Шестой стих. Когда ты молишься, войди в комнату твою перед Богом. Пусть это будет в тайне. Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Скажи, Господи, я нуждаюсь в тебе. Помилуй меня, прости меня. Или там, мне не хватает на хлеб, дай мне денюжку. Или там, ну, что угодно. Бог видит твою нужду, и Он отвечает. Там написано, что Бог знает вашу просьбу, ещё прежде вашего прошения. Бог всезнающий, или Бог не знает, в какой вы ситуации. Конечно, знает. И придёт время, и Он даст вам помощь. Не говорите лишнего, седьмой стих. Не говорите лишнего. Говорите по существу. Лучше короткая молитва, но глубокая молитва. Слышите? Иногда есть времена, когда нужны час и два побыть в Божьем присутствии. Поклоняться, ну, в закрытой комнате я имею в виду. Молиться, петь Господу, пребывать в Божьем присутствии. Есть даже молитвенные встречи, поклонения и так далее. Это прекрасно. Но когда ты молишься, потому что многие думают, что чем больше я буду говорить, тем быстрее моя молитва будет услышана. Нет, ну что думаете, Бог глупый? Написано, что Бог знает вашу нужду прежде вашего прошения у Него. Не нужно повторяться. Не нужно повторяться. Сказал раз, всё, Бог не глухой. Бог знает наши мысли и читает наши мысли. Ещё прежде, чем на языке оно появится, Бог знает уже, о чём мы скажем. И от вечности знал об этом. Понимаете? Джей один Самсунг спрашивает, Дима, как отец себя чувствует? Спасибо. Чувствует себя отец отлично. Прекрасно. Сейчас у него даже есть работа. Работой завалили, он там переводит тексты. Он у меня английский тоже знает. Вот, поэтому он прекрасно себя чувствует, даже будучи на пенсии, ему уже 72 года после операционный период, но он сейчас прекрасно себя чувствует. Так что, слава Богу, жив-здоров и работает, и всё хорошо. Друзья, что, будем заканчивать потихонечку? Почитайте дома ещё вот эти все моменты. А по поводу прощения дальше Иисус Христос учит, что нужно прощать людям так, как и Бог простил нас. Если мы не прощаем, то и Бог нам не простит, нам согрешения. Дальше он говорит, что не собирайте себе сокровища на земле и так далее, потому что на земле воры подкапывают, крадут. Пусть ваше сердце будет там, а не здесь. Вот по таким принципам надо жить. Не ищите, что нам пить и что нам есть. Господь знает нашу нужду, и 30 стих, и заботится о нас. «Просите и дано будет вам». Это уже седьмая глава. Не судите, не судимы будете. Значит, «Просите и дано будет вам». Написано так просто. Стучите, отворят вам. То есть, друзья, никаких сложных математических функций нет. Всё очень просто. Почитайте дома, пожалуйста, на горную проповедь всё. Вы узнаете сердцевину христианства. Как христианам жить, как христианам поступать. Дальше он приводит в пример, если отец, значит, если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Ну, такой, это даже где-то с юмором Иисус говорит. Когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Понимаете? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, будучи злые, то тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него. Так что не стесняйтесь просить у Бога. По вашей нужде Бог нам даёт гораздо больше, даже о чём мы думаем или о чём помышляем. Входите тесными вратами, потому что широки врата в погибель. Видите, дальше Иисус говорит. И так далее. Всякое дерево познаётся по плодам. Берегитесь лже-пророков. И так далее. И дальше в конце он подытоживает. Говорят, кто слушает мои слова и исполняет их, тот муж благоразумный, который построил дом свой на камне. Пошли реки, подули ветры, устремились на дом твой, и дом устоял, потому что на камень. Помните сказку? Ниф-ниф, нуф-нуф-наф-наф. Сказку про трёх поросят. Вот она основана на Писании. «А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет». То есть есть слушатель слова и не исполняющий, а есть слушатель и исполняющий. Так вот, кто слушает и не исполняет, тот строит дом свой на песке. Его основание, его христианство очень зыбкое, очень зыбкое. Пошёл дождь и разлились реки. Обратите внимание, дождь и испытания приходят как на один дом, так и на другой дом. Но тот дом устоит, который на камне, который слушает и исполняет. Вот всё, что мы только что прочитали. От этого дом разрушится. 27 стих, 7 главы Евангелия от Матфея. «Пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал». И обратите внимание, подчеркните, друзья, и падение было его великое. Падение было его великое. «Когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники-фарисеи». Народ чувствовал разницу. Вроде и те Слово Божие учат, и этот Слово Божие учат, но они ощущали разницу. Ощущали разницу, где Дух Божий присутствует, а где Духа Божьего нет. Где лицемерие, а где истина. Ну что, друзья, будем заканчивать. Спасибо, что вы пришли на встречу. Хочу сказать вам, что я запланирую следующий наш эфир через месяц ровно. Большая, очень серьёзная тема, к которой нужно будет подготовиться, и вам тоже продумать, и мне тоже много чего продумать. Насколько известно, в середине июня будет открыт сделка века Трампа «Мирный договор». У меня есть побуждение поговорить ещё раз. Мы уже когда-то говорили об этом, но сейчас в прямом эфире более подробно поговорим тему, я свою так назвал. Мы встретимся, друзья, где-то себе зафиксируйте, 14 июня, в пятницу 2019 года, в этом году ещё. 14 июня, вот уже прошло и 6 месяцев, уже лето на носу. У нас будет перерыв, но мы не прощаемся, мы на Фейсбуке, подписывайтесь в группу. Мы постоянно в комментариях, я выпускаю видео, ну я не знаю, в неделю, наверное, 2-3 видео точно выходят. «Приближение великой скорби». «Приближение великой скорби». Это следующая наша тема, очень большая будет, очень интересная, так что приходите, друзья, приводите. А о чём будет тема эта? Мы поразмышляем о том, к чему готовиться в ближайшем будущем. Чего ожидать от ближайшего будущего, да, и как пережить великую скорбь, если мы до неё доживём. Так случится, что мы застанем это время. Вот как её пережить? Вот такие вот вопросы покроем, подумаем, и вы подумайте, может, у вас будут какие-то идеи интересные, будет интересно. Так что 14 июня 2019 года, пятница, «Приближение великой скорби». Большая тема, где мы будем много говорить о великой скорби, о приближении, что такое великая скорбь, как её пережить. То, что христиане будут проходить её, евреи, это 100%, можете не сомневаться, это всё по описанию. Спасибо вам, друзья, спасибо вам, пусть вас Бог благословит за то, что вы пришли на наш эфир. Наш эфир уже сколько? 2.48? Ну, как правило, такое время у нас и происходит эфир, учитывая то, что ещё плюс-минус 15 минут вступления. Так что, друзья, пусть вас Господь благословит, держитесь Христа, держитесь Его здравого учения, пребывайте с Господом и не отступайте от Него никогда и никогда не пожалеете. Господь вам приготовит венец жизни вечности. Ну, на сегодня всё. Подписывайтесь, ставьте лайки. До следующей встречи. Люблю вас всех, обнимаю. Пусть вас Господь благословит и держит крепко в своих руках. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok